Сейчас, так, три минуты прошло. Дорогие школьники и научные руководители, мы открываем очередной семинар нашей школы. Второй, да. Открываем, Анатолий Михайлович хочет. Я хочу прочитать, что только что вышла книга, называется «Многоканальная астрономия». Тут есть разные части, но они прямо отражены на обложке. Первое – электромагнитные волны, второе – нейтрино, третье – космические лучи, четвертые галлюкционные волны и пятая – астрономические картины мира. Полкниги посвящено методам в разных каналах. Полкниги – новейшие достижения, благодаря симфонам, полученные. Книга здесь на библиотеке в продаже. Сейчас она появилась уже во всех магазинах. А мы на дороже не сдадим? На дороже, мы в библиотеке корешки. Для студентов это очень полезный учебник по общей астрофизике, я считаю. Он дает общее образование, очень хорошо. Новейшие результаты. Мы делаем по гравитационным волкам, и по черным звездам, и по звездной эволюции, и по результатам наблюдений со студентов Гаррия и по солнцу, новейшие результаты. Вот программа молодого солнца, которая была раньше гораздо более меньше сетей в Сене, а в Сене-Сене-Сене-Сене-Сене. Так, ну теперь научная часть нашего семинара, она состоит из нескольких докладов, 4 доклада. По 15-20 минут, первый доклад, отношение масс-компонент в системе СССР-433, новое ограничение. Это статья, которая одна опубликована, а другая послана. Значит, судя по расстрасти, Консуни Александрович будет делать доклад. Пожалуйста. Спасибо, Николай Иванович. Добрый вечер, дорогие коллеги. Значит, ну вот, я не знаю, какой у нас тут будет порядок. Можно ли задавать вопросы по ходу? Давайте по ходу. Давайте по ходу, чтобы они как бы не забывали, если у кого-то, если там что-то врут, вы сразу мне это самое говорите, что... Да, рабочий, поскольку это предполагает такое неформальное общение... СССР-433. Ну, те, из более молодого поколения, чтобы ввести в курс дела, речь пойдет о уникальной тесной двойной системе, в которой один из компонентов является, по-видимому, черной дырой. Об этом мы сегодня будем говорить. И на этот объект идет мощнейшая аккреция с второй компонентом, с оптической звезды. Значит, эти звезды традиционно в Гаише активно очень изучаются, поэтому, значит, несколько слов об этом объекте. Его это еще называют галактический микроквазар, он был открыт в 70-х годах. До него... Он находится в плоскости галактики, в созвездии Орла, и поэтому до него огромное поглощение 8 звездных величин в видимом диапазоне. Но расстояние до него оценивается порядка 5,5-5 килопарсек. По Гае они дают чуть меньше, но ошибка там большая, поэтому это входит. И внутри него, внутри этого объекта находится... он находится окружен такой радиотуманностью, W50. Значит, вот эта туманность. Вот масштаб на ней, это 70 минут, 130 минут. То есть это порядка Луны все эти размеры, больше градусов. Это остаток, эта туманность, она имеет такую характерную ветеринанообразную форму, а... как для Солнца на полградуса. Полградуса, да. Это 30 минут. А здесь 2 Луны, значит. 2 Луны, а тут 3 Луны примерно. Вот. Но важнейшая особенность этого объекта, это то, что в нем спектре, это эмиссионная, спектре оптической, безднеэмиссионной линии, и эти линии разделяются на 2 класса. Есть широкие эмиссионные, стационарные линии, и движущиеся эмиссии, в этом была его уникальность, которые систематически с периодом 162 дня смещаются в красную сторону со скоростью 50 тысяч километров в секунду, а в синюю на 30 тысяч километров в секунду. Это уникальное свойство, которое интерпретируется тем, что из центра идут релятивистские джеты этого объекта со скоростью 0,26 скорости света, ну и еще, кроме претисионного движения, видном эмиссионное движение этих джетов с периодом 6,5 дней. Вот как видно это все на спектрах, вот есть стационарные линии, которые не зависят от являющихся дат, и вот это и подвижные эмиссии, видите. Мы будем говорить сейчас о стационарных линиях, потому что именно они для нас важны. Вот эти движущиеся линии, они важны для построения кинематической модели этого объекта. Ну вот, значит, модель такая, что это очень узкие джеты, их видно в радиодиапазоне очень хорошо, и вот эти джеты, они буквально накачивают энергию, вот эту окружающую туманность, они процессируют, поэтому туманность такой вот, вид такой уливки находится. Кинетическая энергия больше 10,9 секунды передается в джетах, и темпы сечения в них большой, порядка 10,6 масс Солнца в год. Но сам, дальше мы будем говорить о потере массы самой оптической звезды, она там еще на два порядка больше может быть. Вот эти стационарные линии, вот линия, мы будем говорить о линии брекет-гамма, она разделяется, и вот когда начали с наблюдениями, про красную диапазон, подробнее лет, наверное, уже 15 назад, то было обнаружено, что ее профили разделяются на компоненту такую очень широкую, там порядка полторы тысячи километров в секунду до полуширина этой линии, и у нее есть стационарная такая двугородная компонента, которую приписывают окружающему диску вокруг двойной системы, не аккреционному диску вокруг компактного объекта, а окружающему диску вокруг двойной системы. И здесь скорости порядка 200 километров в секунду. И еще есть компоненты меняющиеся, которые, может быть, связаны с внешними частями аккреционного диска. Это очень сложные переменные профили, и там потребовалась большая работа, чтобы понять, как они устроены. И все равно это модельнозависимый результат. Но дальше я вам покажу кое-что новенькое. Ну вот, как это все представляется в виде такой единой картинки. Вот идет вот эта двойная система. Ну здесь 24 массы Солнца, но это тут не обязательно. Она может быть при массе оптической звезды не очень хорошо известна. Значит, аккреционный диск, сверхпрактические джеты. И все это, вот, период 13е, это орбитальный. Значит, 162-164 дня апкреционный, инфляционный. И вот вокруг всей этой системы еще есть какая-то, видна из петрального анализа, вот этот междиск, который окружает всю двойную систему, поскольку истечение огромное. Вот. Значит, это вот такая вот здесь картинка этого источника. Но до сих пор дискутируется вопрос о том, что же там в центре сидит. Черная дыра или нетерная звезда. И, ну, это вот из работы Каранского таблички. Там сейчас уже еще новые есть. Ну, видно, что разброс в оценках масс оптической звезды там, он велик. Она может быть и 10 массов, а может быть и 20 массов. И ошибки очень большие. Почему? Потому что оптическое поглощение в направлении столь большое, что и спектральные линии поглощения очень трудно. Они могут возникать в околозвездной оболочке, и там большой вклад в излучение дает аккреционный диск. Поэтому очень трудно однозначно сказать, что же это за спектральный класс этой звезды. И отношение масс в системе, оно тоже имеет огромный разброс значений. То есть отношение масс к религеновскому, компактному объекту и к оптическому, оно в большом диапазоне варьируется. Вот мы сосредоточимся именно на последней величине на отношении масс. Мы видим, как новые методы, новые некоторые результаты дают нам возможность получить независимые ограничения на это отношение масс. Главная, важная вещь, которая была понята в последние годы, это то, что несмотря на то, что вот такая сложная система с джетами, с окружающим диском, с сверхкритическим диском, она удивительно устойчивая. Там не наблюдаются изменения за 30 лет, не наблюдаются изменения орбитального периода. Он стоит вот в среднем. Совершенно, так сказать, ошибка изменения орбитального периода очень маленькая. Обитальный период 1360-х дня, и вот он стоит и никуда не меняется. И этот вопрос как раз для... Мы воспользовались вот этими наблюдательными данными для того, чтобы положить какие-то ограничения на отношение масс. А вот в последней статье Анатолия Михайловича и компания Саша Додин, Саша Белинский, Есипов, Давыдов в АЖ, значит, они проанализировали не только орбитальный период, но и все остальные параметры системы. Но видно, что они, несмотря на то, что там есть вариации, в среднем за 40 лет, 80, ну да, больше, чем за почти за 40 лет, они, в общем-то, остаются постоянными. То есть система, хотя там все и переменная, но в среднем она очень устойчива. Почему это удивительно? Удивительно это вот почему. Когда с таким огромным темпом идет перетекание вещества с оптической звезды на компактный объект, по всем вот таким интуитивным и даже не интуитивным расчетам делает светость, что вообще должна образоваться то, что называют общая оболочка. Потому что звезда переполняет свою полость Роша, и перетекание происходит с более массивным компонентом, на менее массивным, скорее всего, это означает, что система должна, орбитальный период должен уменьшаться, а он стоит на месте, и никакой общей оболочки не образуется. Это противоречит всем нашим эволюционным схемам. И спрашивается, в чем же разгадка. Ответа на этот вопрос до сих пор надежного не получена. Ну вот, по крайней мере, некие вещи мы сейчас посмотрим. Так вот, сверхритическая аккреция на компактный объект в работе Николая Ивановича 1973 года. Вот эта днаменитая картинка, где были рассчитаны такие диски. И вот темп перетекания, который поставляется в этот аккреционный диск от оптической звезды, он огромен. Это примерно 10,4 масса Солнца в год. Ну, может быть, там несколько единиц на 10,5. Ну, в общем, это очень огромное. А может быть, даже и больше. Сейчас я дальше скажу, почему. Вот. Мы предполагаем, что вот этот ветер, мы рассматриваем такую модель, в которой ветер от этого диска, он подходит к компактному объекту. Большая часть из-за давления излучения, потому что там уже на границе димтоновский предел достигается, он начинает выбрасываться в виде такого ветра мощного. Этот ветер как раз наблюдается от этого аккреционного диска со скоростями порядка 2000 км в секунду. Часть бета выбрасывается в виде такого квазисферического ветра и уносит момент импульса, который, так сказать, частицы имеют на этой орбите компактного объекта. Это так называемое джинсовское изотропное стечение. Ну, а оставшаяся часть, она может вообще говоря покидать. Мы видим, этот околозвездный диск может уходить через внешнюю точку Лагранжи из системы. А вы знаете, вот в модели Роша вот вещество при перетекании с одной зоны за вторую, оно может вытекать из окрестностей второй точки Лагранжи и образовывать такие оболочки вокруг двойной системы. И вот можно просто взять формулы, я не буду их комментировать, легко очень написать, это правда легко, написать формулу, как должен меняться закон сохранения момента количества движения для всей системы, как должен меняться орбитальный период в зависимости от отношения масс и от того, где находится вторая, вот эта внешняя точка Лагранжи. Значит, если мы пренебрегаем вытечением через внешнюю точку Лагранжи. Тут совсем простенькая формулка, такая тривиальная. Вот, и положение точки Лагранжи тоже хорошо известная вещь. Значит, это из работы Николая Владимировича Емельянова. И мы получаем такой, просто из того факта, что период не меняется, меняется в пределах от плюс до минус в узкой полоске, мы получаем сразу же ограничение на отношение масс в зависимости от этого параметра, я напомню, что если бета равна единице, это значит, что все уходит в виде ветра от сверхэптического диска, а если бета не равно единице, то часть уходит через точку Лагранжи в этой модели. Ну и вот в зависимости от полученного, от принятого отношения масс, мы видим, что потери масс, потери, темпа потери масс, отношение масс оказывается, ну порядка, не может быть, даже если темпо-этикань здесь минус пятый, оно порядка 0,6, оно большое, потому что иначе бы изменение периода было, ну вот по крайней мере в рамках этой модели. Вот. И вот в оставшиеся несколько минут я вам скажу, что вот это, казалось бы, мысль простая, что что-то там через точку Лагранжи и так далее. Теперь с помощью наблюдений астрономических, а именно с помощью интерферометра VLTI, который в Европейской Южной Обсерватории база интерферометра 140 метров, значит, были проведены наблюдения туманности вокруг центрального центра SS-433. эта статья сейчас в астрономии 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 астрономии, астрономии 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 астрономии, находится в печати. Она принята, но она еще не публикована. На предыдущей астрономии я покажу. Угловое разрешение оказывается 4 миллисекунды другие, вот, в инфракрасном диапазоне, на двух микронах, вот, для этой машины. И вот, что эта машина, эти наблюдения показали. Они разделили, вот, если вот в радиодиапазоне, мы, вот, вот, характерные угловые размеры, 500 миллисекунд, 10 миллисекунд, это уже VLBA, и лучше, чем 1 миллисекунда, это вот эти новые, современная техника позволяет нам это все наблюдать. Что увидели? Значит, вот одно наблюдение у них было в 16-м году. Значит, вот это направление джета, один и второй. А вот сам центр, сама, сам АСС-433. Ну, вот, студентам вопрос, почему джеты не вдоль одной линии? Один так, а другой так. Почему джет, который на нас, джет, который от нас, не находится на одной линии? Что это за эффект такой? Они вопросы должны задавать. И это Николай Иванович. Я хочу, чтобы они, так сказать, включились. Значит, ну, 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 кто знает. Давай, давай, смелее. Это же школа. Конечно, это эффект релятивистской аберрации, потому что джет 80 тысяч километров в секунду, и у вас появляется, вот вы, когда туда и сюда смотрите, у вас появляется вот этот излом, видимый. Это чисто релятивистский эффект. И вот нас будет интересовать второе наблюдение. Смотрите, вот здесь уже есть течение. Вот джеты, а вот истечение, которое перпендикулярно джетам. Значит, это истечение, это вещество течет в плоскости примерно орбиты двойной системы, в некотором конусе. И вот эта линия брекет-гамма, о которой я говорил. И вот эта линия была, смотрите, вот масштаб задачи. 0,2 миллисекунды – это одна астрономическая единица. Значит, мы видим на расстоянии 5 килопарсек, разрешаем истечение от этого объекта лучше, чем одна астрономическая единица. Представляете, с какой вот точностью сейчас люди работают. И что они увидели? Они увидели, вот ее декомпозиция этой линии. Значит, видна вот эта широкая компонента, связанная с ветром от диска Шакура-Сюняева. И видна двугорбая вот такая вот линия, связанная с тем, что вот в этом кольце, которое течет, мы видим просто вот двугорбый такой профиль этой линии. И самое удивительное, что скорость, посмотрите, здесь скорости какие гигантские. Здесь скорость 1000, а тут скорость 250 км в секунду. Но где они находятся? 250 км в секунду на расстоянии 5 астрономических единиц от центра. Это сверхкеплеровское вращение. Кеплеровские скорости там гораздо меньше. И это абсолютная загадка, потому что никто не понимает, как получить вот эти 250-270 км в секунду, вот эту фитую компоненту скорости в таком истечении, которая во много раз больше кеплеровской. Значит, есть какой-то механизм передачи момента импульса. Ну, вот в этой статье, вот он у нас здесь процитированный, в этом архиве, там люди не понимают, почему там, хотя там есть очень квалифицированные физики. Вот. Ну, опять пишем простые формулы, я их опускаю. Ну, в принципе, это то же самое. Только теперь мы уже знаем, в отличие от предыдущей модели, там у нас было, мы там предполагали, что через точку Лагранжа все истекает. А теперь мы просто видим какой-то момент импульса на каком-то радиусе. Значит, мы знаем, сколько вещества, какой момент импульса выходит из системы. Ставим все в уравнение и рисуем картинку. Картинка получается такая же, как почти, ну, прежде чем ее показать, вот эта вот линия, это вот наблюдение Гарранского, вот эти между двумя линиями, это изменения орбитального периода за 30 лет, какие могут быть. А это вот, значит, по этой формуле мы получаем, какие могут быть отношения масс в этой системе при различных предположениях о вот этом параметре бета. Окей, бета равна единице, это все через героклитический диск, ничего через внешний диск. А если добавляете, хоть даже чуть-чуть, внешний диск, вот этот, то мгновенно отношение масс у нас начинает увеличиваться. И минимальное значение там не меньше, чем 0,6-0,7 оказывается. Вот ответ. Ответ, собственно, это вот последнее самое, что я хотел сказать, что если мы добавляем хоть какое-то истечение через внешний вот этот диск с наблюдаемыми параметрами, то мы получаем необходимость отношения, с необходимостью, что отношение масс как минимум 0,6. Почему это важно? Собственно, это является, так, это я уже не буду говорить, последний слайд. Почему это важно? Это важно вот почему. Если у нас звезда оптическая имеет массу там 10 масс Солнца, например, то 0,6, это значит минимальная масса компактного объекта 6 масс Солнца. Это уже не может быть нейтронной звездой, это должна быть черная дыра. Вот. Почему масса не может быть оптическая слишком маленькая, потому что если бы арктическая звезда имела массу там небольшую, то невозможно, например, было бы объяснить, там еще наблюдаются линии гели в эмиссии со скоростью примерно 170 км в секунду, их приписывают, полуамплитуды лучевой скорости этой линии, их приписывают орбитальному движению центра, движению компактного объекта. Вот чтобы орбитальное движение компактного объекта было порядка 170 км в секунду, вам нужно, чтобы вот при этом курсе это вообще должна быть масса оптической звезды очень большой. Но поскольку это все меряется с ошибками, то даже если мы возьмем минимальную возможную скорость по нижней гели 2, 46-86, то мы получим, что масса оптической звезды должна быть примерно 12 на Солнце. Но это вот примерно не соответствует тому, что люди думают о массе оптической звезды. Я буквально полсекунды и заканчиваю. У меня будет 20 минут. Вот. Поэтому результат такой вот этих наших двух маленьких работок, в которых мы благодарим школу за поддержку, они заключаются в том, что Q отношение масс совершенно оказывается большое. и эта оценка, она находится в русле других независимых определений отношений масс в системе, которые, например, получаются из анализа рентгеновских затмений. В этом источнике сейчас готовится статья с Элой Антохиной, которая тоже здесь, по наблюдениям, по анализу этих кривых, которые мы получаем в обсерватории интеграл. И очень важно, конечно, такой чисто астрономический вопрос, какая масса звезды, он, так сказать, до сих пор абсолютно не ясен, потому что какой-то независимый способ определения массы оптической звезды пока не придумали для такой сложной системы. У меня все, я закончен. Вопросы, Жаня, пожалуйста. Правильно, я думаю, что в результате мы не проверим половину, что равен с вами. Это же не что-то обстоятельство будет как детально нахеринги действует тем, что так случайно отношение массы и отношение темпового истечения через нежные и темпы истечения через беды. Нет, еще раз, я могу еще раз повторить. Значит, если выдаем только нижнюю границу и у вас если она больше, то только лучше. Потому что мы не видим, что у нас так и состояние. Он не постоянен, он не точен из-за чего-то состояния. Мы знаем ошибочек. граница ошибок орбитального периода. Нет, еще раз. Изменения не обнаружены. А у других двойной системы. За 30 лет наблюдения с черными дедами есть. известно, что геновский новый в капитальный период уменьшается. Он уменьшается гораздо быстрее, чем если вы просто учтете пересекание звезды красного на черную дуну. Вот он там очень быстро меняется, кто за раз и не понимает почему. Вот. А здесь мы показываем. Я показывал это число. это 7 на 10 минус 4 дня деленное на могу написать на доске. Если мне напишут. Значит это будет так. 7 на 10 минус 4 дай мне проценту P с точкой меньше или равно 3, ну чтобы 3 сегма было. 7 на 10 минус 4 дня деленное на 20 ну на 30 чтобы не полностью было верно. Значит вот такой вот такой песточек. Можно перевести секунды в секунду. А? Ну бумажки можно написать. Ну можно ну хорошо ладно это 30 это P на 10 восьмой P на 10 восьмой P с тройкой сокращается получается 7 на 10 минус 12 тесточки тесточки меньше 7 на 10 ну 10 минус 1 тесточки секунды в секунду сверху лучше а P на 10 пятой значит 10 минус шестой да ну то есть это довольно много в принципе как бы не ну это верхняя граница поскольку мы не знаем мы не знаем мы не знаем все хорошо тогда надо понять в самом деле а вот те авторы которые давали низкие значения массы второго компонента кубота кубота они могут пересчитать вторым автором статьи кубота является Сергей Сергей Николаевич фабрика фабрика сказала что их статья неправильная там значит вопрос еще вопросы так это скорости которые в наблюдении VLDI меряются вот в этом экваториальном истечении от арктической системы на расстоянии 5 астрономических единиц а радиус там 50 радиусов солнца всего орбиты если у нас есть если у нас есть какое-то незаконное течение может быть какой-то компонент скорости вообще не связан с вращением там нет в том-то вся и фишка что они разделяют радиальную компоненту и тангенциальную компоненту вот тангенциальные компоненты 250 там еще есть радиальную 400 масс 40 масс наверное все-таки слушай а с какой вся масса вот если если взять и тупо как вот в свое время писала Катерина Бланга из Оксфорда она сказала вот мы видим такие огромные скорости спросим а какая должна быть масса центрального тела чтобы это было кеплеровское если это кеплеровское вращение она уже тогда писала там о сотнях а здесь вообще 400 а какая скорость на радиусе сферизации пироидальная она больше тысячи она больше она 1500 а потом это все листикает момент сохраняется можно ли больше чем 1500 где-то сделать 2500 это квазисферический отток будет а это там же еще раз на радиусе сферизации больше полутора да там 1500 1700 да по-моему и потом это все отсекает сохранение сохранение значит вот у вас скорость ну вот вот частицы частицы выталкиваются звездным ветром этим ветром излучением и свободно летит вот этот ветер у него фи единица на это падает да у него фи будет падать и конечно же она очень маленькая будет там на том расстоянии на том расстоянии какое расстояние 5 астрономических единиц 5 на 10 это 10 14 сантиметров это это вообще там 0 5 астрономических а радиус сферизации где-то гораздо меньше радиус ну конечно на это там он маленький гораздо меньше 10 в 11 несколько единиц на 10 в 11 по-моему в этом источнике поэтому получается там три порядка ну вот ну вы видите что там получается скорость 10 км в секунду пишет что есть некие китайцы которые пытались какими-то там хитрыми способами но в общем здесь российские молодые люди ну не молодые читайте очень значит тогда вот и очень интересная статья Антоний Михайлович пару слов я хотел бы четверть независимо от того уносится через эти два материи или уносится через сферичный синетричный ветер получается кум только увеличивается у нас кум больше 0 6 модели джин investors если мы добавляем другие ну там мне показывают то сразу увеличивается только увеличение в чем очень резко очень резко и второе осталось исследовать последнюю проблему поскольку это очень мощное истечение системы должна быть около звездной оболочкой и резонансное приливное взаимодействие двойной системы с около звездной оболочкой тоже уносит и это пока не исследовать вот это надо исследовать может оказаться что это пойдет дороже кolorna уменьшения отношения масла и так далее так все будет хорошо а может повезет, как нам два раза уже повезло что это только увеличивает отношение массы мы будем надеяться на третий раз не должно повезти хорошо, очень интересная система я вспоминаю ее открытие это было что-то мы еще были молодыми ладно, переходим ко второму докладу второй доклад Иван Котков с авторами в галактиках видимых с ребра здравствуйте 20 минут поскольку 20, да, я надеюсь поскольку в аудитории много молодых студентов я из отдела галактической астрономии в целом, поскольку это наш рабочий семинар то я буду рассказывать о нашем проекте о текущем состоянии нашего проекта в котором главной движущей силой на самом деле является Анастасия Каспарова ну а я по возможности тоже ей помогаю и мы видим этот проект речь пойдет о толстых дисках ну, любая дисковая галактика как известно состоит из диска и большое количество других компонентов но в то же время и диск галактики состоит он сложный он состоит из тонкой компоненты и толстых компоненты и когда мы смотрим на галактику плашмя у нас нет ни единого шанса разобрать на компоненты этот диск но когда мы смотрим на галактику с ребра мы можем как бы рассмотреть вертикальную структуру увидеть тонкий диск толстый диск кстати говоря это галактика ЕС-243-49 и вот в которой был случайно обнаружен HX-1 по-моему это вот вот впервые толстые диски были обнаружены чуть ли не 40 лет назад в других галактиках по фотографическим снимкам Бурстейн и Цикоде в то же время у нас есть еще одна лаборатория где мы можем хорошо исследовать структуру галактики это наша собственная галактика и в нашей галактике Гилман и Рейт и даже были чуть более ранней работы смогли задетектировать толстый диск по звездным почетам и интересный факт что шкалы которые Гилман и Рейт давали в своей очень старой работе оказались очень близки к современному это 300 парсек шкала тонкого диска и порядка килопарсека чуть больше шкала толстого диска Говоря о толстом диске в нашей галактике поскольку мы находимся внутри мы можем видеть отдельные звезды можем измерить их свойства и можем построить диаграмму по оси Х верхняя часть это металличность звезд по оси У это обилие альфа-элементов и мы можем видеть что здесь выделяются разные области области где повышенная обилие альфа-элементов приписывает толстому диску где у нас солнечная обилие альфа-элементов и околосолнечная металличность это звезды тонкого диска и с появлением новых обзоров таких как АПОГ статистика становится намного больше и мы лучше видим эту картину и здесь нарисована нижняя панель это мы смотрим на звезды которые находятся вблизи плоскости главной плоскости галактики верхняя панель это от 1 до 2 кПс мы видим что в центральной плоскости доминируют звезды разумеется тонкого диска и они ложатся в область солнечной металличности и солнечного обилия альфа-элементов а толстый диск отличается ну и таким образом мы можем в целом сказать что толстый диск характеризуется в нашей галактике суперсолнечным обилием альфа-элементов а это в свою очередь свидетельствует о быстром формировании звездного населения этой компоненты потому что основным источником альфа-элементов в межзвездной среде являются сверхновые второго типа если у нас вспышка звездного образования быстро началась и быстро закончилась не успеют начаться сверхновые типа 1а которые являются поставщиками железа в межзвездную среду и в наших звездах в наших звездном населении зафиксируется суперсолнечное отношение альфа-элементов ну и также толстый диск будет характеризоваться пониженной металличностью в минус в 10 раз меньше в 3 в 10 раз меньше чем солнце вопрос о соотношении радиальных шкал тонкого и толстого диска остается открытым наиболее последних работах вроде бы как получается что толстый диск имеет более короткую шкалу чем тонкий диск ну и собственно главной проблемой которая здесь ставится как же сформировался толстый диск и конечно здесь нет однозначного ответа и детали не ясны но тем менее есть общая концепция которую я дальше буду называть как двухэтапная сборка дисков она заключается в том что первые звезды образовались в диске на больших красных смещениях больше двойки когда возраст вселенной был больше 10 миллиардов лет это происходило из очень турболизованной и плотной среды таким образом что звезды этого компонента имеют очень высокую дисперсию это динамически горящий компонент а дальше и это происходило очень быстро потому что эффективность образования в ту эпоху была очень высокая и соответственно мы ожидаем что обилие альфа-элементов у нас высокая металличность низкая поскольку это первичный газ и это все происходило очень давно возраст будет больше 10 миллиардов лет а дальше все зависит от того как притекал газ в галактику можно придумать предложить различные варианты но дальше этот газ спокойно начинал преобразовываться в звезды формируя тонкий диск кроме этого это общая концепция кроме этого разумеется есть различные механизмы это динамический нагрев тонкого диска это рассеяние звезд на гигантских молекулярных облаках в диске нашей галактики ну и других галактик в то же время вокруг нашей галактики летает много спутников некоторые из них могут пролетать через диск возмущая диск что будет приводить к разогреву и можно предложить просто аккрецию спутников достаточно массивного который разрушится и вещество этого спутника сформирует какой-то компонент скорее всего он будет горячий и что станет толстым диском и есть еще один вариант это радиальная миграция звезд это сугубо внутренний секулярный механизм трензентная спиральная структура которая возникает в холодном диске может приводить к тому что какая-то доля звезд будет мигрировать по радиусу есть модели которые делают это мигрирование изнутри наружу есть и снаружи внутрь но в любом случае когда мы мигрируем из внутренней части наружу мы будем переносить звезды с достаточно высокой дисперсией по вертикали из стенциальной области во внешнюю но и тем самым у нас будет расширение флэринг так называемый и такой механизм может дать толстый диск как исследуют толстые диски в других галактиках ну во первых когда мы смотрим на галактику с ребра мы можем построить профиль яркости поперек диска и оценить шкалы тонкого толстого диска для большого количества галактик потому что у нас есть хорошие обзоры с ДСС спицер ну вот здесь я привел ряд работ но особую роль стоит отметить работы Камерона который Себастин Камерон который проводил декомпозицию дисков видимых с ребра для выборки порядка 150 галактик по данным инфокрасной фотометрии со спицер в 3,6 микрона и самый главный его вывод что он видит толстые диски практически во всех галактиках это самый главный момент но то есть мы можем видеть этот фотометрический анализ для большой выборки галактик но что можем сказать о внутренних свойствах звездного населения и здесь ситуация намного сложнее потому что чтобы это сделать нужно получать спектры анализировать но проблема в том что толстые диски когда мы уходим далеко высоко над плоскостью галактики то эта область имеет очень низкую поверхностную яркость и нам очень сложно с наблюдательной точки зрения анализировать и получать эти спектры и когда мы начали заниматься этой задачей это где-то 15-16 год работ в которых был подобный анализ было буквально штуки но с тех пор число увеличилось буквально на днях появились работы с панорамным спектрографом MUSE для 8 галактик опять же от команды Камерона но все равно это штуки никакие ни десятки ни сотни вот в чем же заключаются наши работы у нас есть два направления одно направление делалось на 6-метровом телескопе это длиннощелевая спектроскопия две ориентации щели одна щель идет в главной плоскости другая смещенная на область толстого на область там где толстый диск должен доминировать и еще у нас есть данные с 11-метрового телескопа СОЛТ но об этом я покутно буду говорить основной наше использование методически инструментарий это алгоритм N-BURSTS который Игорь Ченгарян разработал в 2007 году в 2005-2007 и сейчас мы пытаемся поддерживать эту методологию суть которого заключается в том что у нас есть наблюдаемый спектр галактики это черная линия и мы пытаемся замоделировать этот спектр вписывая в него модели звездных населений которая параметризуется в зависимости от того какую мы приняли историю звездообразования в самом простом и в общем-то мощном случае это SSP модели когда мы считаем что все звездообразование происходило в очень короткую вспышку и мы можем посчитать средний возраст среднюю металличность дальше мы эту модель звездного населения сворачиваем с функции уширения за счет движения звезд в галактике тем самым мы можем восстановить параметры кинематики лучевую скорость дисперсии скорости звезд и в некоторых случаях когда у нас есть хорошее спектральное разрешение мы можем восстановить асимметрию распределения звезд лучезрения Лос-ВДМ ну и поскольку обилие альфа-элементов это важная вещь мы здесь используем ликсские индексы ну и последние попытки использовать еще новые модели в которых есть несолнечное обилие альфа-элементов хотя только два узла но это все совсем детали первые результаты были в 2016 году мы опубликовали результаты по трем галактикам но к сожалению они оказались все очень разнообразные несмотря на то что в целом это все три галактики достаточно раннего металлогического типа наиболее интересное это NGC 4710 это галактика из скопления Вирга и здесь мы видим хорошее отличие в области доминирования диска ну вот где-то начиная с 30-40 секунд мы видим что толстый диск отмеченный зеленым имеет более старый возраст средний старый возраст по сравнению с по сравнению с областью в главной плоскости где доминирует тонкий диск но при этом мы не очень хорошо разделяем у кинематики дисперсия здесь немножко бедна и что самое интересное во внешних областях эти свойства тонкого и толстого диска скажем так становятся одинаковые это очень интересно потому что вспоминает двухэтапный сценарий формирования галактики у нас есть толстый диск у нас есть газ из которого формируются звезды тонкого диска потом эта галактика вылетает в скопление в скопление она испытывает лобовое давление которое в первую очередь сдирает внешние области диска и там звездообразование заканчивается и поэтому свойства звездного населения обоих компонентов примерно одинаковые а во внутренней области где лобовое давление не может вынести газ газ остается там продолжает идти звездообразование рождаться новые звезды поэтому возраст меньше но поскольку галактика болтается в Вирго все равно там через какое-то время звездообразование затухнет потому что не будет источников нового газа и поэтому в целом возраст здесь такие достаточно старые 3-4 миллиарда лет даже в тонком диске говоря о двух остальных галактиках мы к сожалению не видим большой разницы в свойствах тонкого и толстого дисков однако если посмотреть на 54-55 здесь возраст очень старое и эта галактика находится в разреженной группе которая вся состоит из очень старых звезд очень старых галактик то есть по-видимому это просто такая эволюция внутри группы и ну в общем мы не видим большой разницы между тонким и толстым вероятно это просто диск который это дисковый галактик который состоит только практически из толстого диска как один из эволюционных путей для формирования лензовидной галактики выложенный Касяна Сильченко и 41-11 мы не видим здесь большой разницы в параметрах но внимательно рассматривая этот объект мы поняли какие здесь есть большие проблемы во-первых когда мы исследовали эту галактику мы опирались на работу Камерона 2012 года мы смотрели на его фотометрическую декомпозицию и в которой из которой следовало что на радиусе 40 секунд и на высоте 5 секунд что соответствует 0,4 килопарсека у нас вклад толстого диска должен быть порядка 90% то есть мы должны видеть толстый диск однако когда Себастьян учел инструментальные эффекты уширения PSF в спицеровских данных оказалось что эта доля существенно ниже вот и мы делали мы стали сделали свой анализ тоже декомпозиции вертикальных профилей и на этой карте показаны вклады толстого диска в полную светимость на разных радиусах и разных высотах и видно что в центральной главной плоскости у нас вклад толстого диска порядка 40-50 что на высоте где мы ставили щель 5 секунд но это разница не очень большая то есть мы не можем выделить на самом деле вклады тонкого толстого диска и одна из причин почему так происходит это она в общем-то очевидна то что галактики могут быть не строго с ребра и тогда в общем все становится очень сложно но здесь потенциально нам может помочь наш враг по большому счету это все галактики которые мы наблюдали это все совершенно предварительные результаты но тем менее в ряде галактик мы видим полевую полосу и поскольку эта полоса очень тонкая и аккуратная и находится на линии симметрии то мы можем сказать что в этих галактиках мы точно смотрим с ребра и это очень хорошо это мы будем принимать во внимание для дальнейшего анализа но когда галактика выглядит как чисто линзовидно без особых выделенных особенностей но это становится немножко сложнее в общем в целом очень предварительно мы видим разницу в возрастах и металличности для большинства галактик иногда мы видим замедленное вращение толстого диска как в общем-то и ожидается потому что толстый диск должен быть более динамически разогретый горячий и за счет эффектов асимметричного дрейфа он должен вращаться немного медленнее как и в нашей галактике но вот по дисперсии мы всегда это очень хорошо отслеживаем но к этому можно придумать объяснение потому что в ходе фиксирования спектров мы предполагаем что у нас распределение на высоте гауссово и с учетом эффектов на луче зрение в общем можно придумать и наиграть так что у нас дисперсии не будут отличаться но это дальнейшие шаги пока мы фокусируемся на работе на ДНЖЦ 75-72 эта галактика интересна тем что она выглядит в общем-то как галактика серебра ничего такого особо выдающегося кроме очень толстого диска шкала порядка толстого диска порядка 6 километров в раз больше чем в нашей галактике но при этом когда мы измерили скорость вращения она оказалась под 400 километров в секунду то есть это очень массивная галактика и возможно она необычная мы показываем что у обоих компонентов наблюдается уширение то есть толщина характерная шкала тонкого и толстого дисков растут с радиусом от центра зеленый это толстый диск черный это тонкий он тоже в полтора раза увеличивается просто шкала не очень хорошо видно но при этом радиальная шкала толстого и тонкого дисков примерно сопоставима и составляет 5 килопарсер вот и такая же диаграмма здесь видно что в главной плоскости у нас полностью доминирует тонкий диск толстого диска здесь меньше порядка 20% всего лишь а когда мы уходим на высоту 5 секунд что соответствует я забыл сколько по-моему 4 паксека вот мы видим что толстый диск в лимониру составляет порядка 80% вот отдельные профили свойств звездных населений для щелей ориентированы на тонкий диск и на толстый мы видим что толстый диск вращается быстрее дисперсия толстого диска выше у нас мы видим разницу в свойствах звездных населений толстый диск старше но не очень сильно выделяется по металличности правда чтобы вытащить свойства звездных населений толстый диск необходимо мобилировать по всему диапазону почти по всему диапазону до щелей исключая область где может попасть вклад балжа с учетом сдвига по скоростям но интересная вещь что здесь на самом деле амплитуда чуть меньше почему у нас получается 370 а вот почему мы применили непараметрическое восстановление из нашего мы из спектра восстановили непараметрическое в непараметрическом виде лос-вд оно выглядит таким образом то есть здесь у нас по иксу положение вдоль щели а здесь ну непосредственно как выглядит профиль кинематический профиль звезд как распределение звезды здесь разрезы для слева от центра и справа от центра видно кособокое такое распределение если мы пытаемся да это галактика с ребра поэтому мы пытаемся вписать в это распределение модель которая строится и в предположении что у нас распределение звезд по скоростям шваршильдовская и мы мониторируем получу зрение чтобы аккуратно учесть все эффекты ну то есть если по простому делать это поправьте за асимметричный дрейф а если делать вот так это получается аккуратно главное здесь то что вписывая один компонент мы не можем описать этот профиль а вписывая два компонента предполагая что у нас синий это тонкий диск а оранжевый это толстый диск разумеется прям тут больше все эффектируется замечательно но что дает нам уверенность и что все это надежно это то что вклад толстого диска в полное распределение составляет 20-25% точно столько же сколько у нас получается в фотометрической декомпозиции вот и когда мы таким образом считаем скорость то здесь как раз получается 370 км в секунду потому что если мы попробуем вписать в это распределение гуусиану или даже с учетом коэффициентов эремита то мы все равно будем немножко недооценивать скорость вращения ну и соответственно потом недооценивать скажем массу еще одна работа один слайд очень коротко уже вышедшая эта работа была сделана на основе данных с телескопа СОЛТ это три галактики из скопления богатого скопления Форнекс здесь изображение с HST видно что галактика с ребра очень четко эти данные были получены в рамках программы лекарственного изучения линзовидных галактик в скоплениях но они поскольку и Джон было очень интересно их наблюдать это было примерно тогда когда мы делали первую работу и поэтому увидев что профили звездных населений возраст металличность магнит железа увидев что во внешних областях возраст средний возраст звезд вдоль главной плоскости галактики становятся очень высокими то есть во внешних частях дископом минируют старые звезды и бедные металлами мы сразу это начали интерпретировать как и для 4710 в модели предположения двухэтапной сборки галактики когда у нас галактики попали в скопление внешняя часть была содрана и поэтому там надстройка тонкого диска не произошла и мы видим как бы диск старый толстый диск на самом деле и таким образом мы даже по спектрам вдоль главной плоскости все равно в некоторых случаях можем увидеть влияние толстого диска и его как-то измерить ну и кроме того что здесь свойства меняются звезды населения делая аккуратно фотометрическую декомпозицию попереду дисков мы аккуратно показываем что самый тонкий компонент голубой он очень быстро теряется то есть его вклад с какого-то радиуса становится очень маленьким как раз именно с того радиуса где мы наблюдаем колено и изменения изгибов профиль инцидуров населения есть у нас еще одно направление которое совсем в суровом состоянии мы приложили такую идею поскольку такого хорошего легкого доступа кайфью спектроскопии у нас нет длинной щели делать много разрезов очень сложно но если у нас есть мультищелевая спектроскопия то можно хитрым образом расставить щели на галактику и от каждой щели получать спектр это очень тяжелая задача для редукции данных потому что плывет спектральный диапазон линии кривые но тем менее если сделать соответствующую редукцию то можно получить нормальные спектры одновременно с одной маски на галактику получить профили звездного населения и кинематики сразу для разных расстояний от центра и разных высот но это все пока на стадии бета-герси и пайплайна хотя данные получены были несколько лет назад вот ну и выводы очень общие поскольку мы еще думаем над всем тем что у нас есть в руках но в целом мы можем сказать что в большинстве случаев толстые диски аналогично нашей галактике более старые бедными металлами но богатые альфа-элементами рабочий механизм рассматривает двухэтапную сборку и отдельные механизмы в общем-то когда мы видим такие профили очень плохо согласуются но это не означает что они полностью исключены это означает что они не могут быть одним единственным доминирующим механизмом формирования толстых дисков ну и разные металлические вещи что точность ориентации серебра очень важна для нас но в то же время поскольку у нас вдоль главной плоскости спектра получается высокого сильного шума мы можем аккуратно экономизировать восстанавливать лос-вд и это может нам помочь в оценке свойств населения толстых дисков вот на этом все спасибо спасибо благодарю аплодисменты аплодисменты внешне я правильно понял на самом деле внешне области коробки точно разновались в общем да конечно если мы не рассматриваем влияние плотного окружения но я предполагаю что в таком как бы сценарии двухэтапной сборки они будут там одновременно и тонкий и толстый диск существовать вот и все единственный важный момент это то каким рождался толстый диск с какой шкалой какие шкалы тонкого и толстого потому что если шкала толстого диска очень короткая то с какого-то радиуса он особо будет доминировать тонким диском из этих нужных людей не из этих мы пока не можем сказать потому что для всей выборки нужно чтобы в руках была окончательная фотометрическая декомпозиция аккуратная где мы можем померить шкалы и сопоставить этого у нас пока в руках окончательного для всех галактик нет да 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 а у нашей собственно наоборот на самом деле я даже где-то нашел картинку вот эта интересная картинка здесь показаны разные это шкала радиальная шкала толстого диска и вертикальная шкала и видно тонкий диск 2.2 и видно отдельные точки разное измерение разных работ то есть видно что в общем-то разнообразие оценок очень большое есть оценки очень большой шкалы толстого диска в нашей галактике но последние все-таки пучкуются где-то здесь чуть меньше чем тонкий диск то есть в общем-то пока непонятно я вам еще прощение за очень вопрос у нас хорошо можно что такое симметричное это такая штука когда у нас звезды в галактике вращаются если рассмотрим например газовый компонент и звездный компонент звездный компонент обладает дисперсией скорости звезд из того что этот компонент имеет еще внутренний дисперсии то когда звезды вращаются они будут вращаться чуть медленнее то есть у нас полная энергия будет как бы делиться на энергию внутренних движений дисперсию и энергию вращения если у нас дисперсия системы маленькая то у нас вся энергия будет как бы вращение вот если на пальце говорить то есть когда мы говорим асимметричный дрейф это мы пытаемся посчитать поправку звездный компонент у которой есть дисперсия чтобы из вращения звезд получить круговое вращение то есть ну это все очень легко считается когда применимы эпициклическое приближение когда оно не применимо например для очень толстых дисков когда шкалы вертикальная и радиальное сопоставимое я искал вопрос был что такое асимметричный асимметричный потому что а откуда асимметричный получается что асимметричный цикл и асимметричный можно вот из этой картинки понять то же самое происходит и внутри нашей галактики из-за того что у нас распределение звезд имеет длинный хвост отсюда идет асимметрия медленнее по поводу поглощения здесь есть я детально не говорил здесь еще есть такая штука P1P P1P это мультипликативный континуум и если у нас есть заметное поглощение то в первую очередь это будет работать как сжирание голубой части спектра поэтому если мы вводим в модель еще некий полиномиальный континуум который может это учесть то в общем-то влияние пыли нам не критично за исключением того что нужно понимать что если пыль нам загораживает часть звезд которые находятся дальше от нас с другой кинематикой то в итоге мы получим немножко смещенное свойство кинематическое из звездных населения если абстрагироваться от этого включение мультидикоративного континуума решает эту проблему еще так пожалуйста а там в самом начале мы рассматривали три галактики которые это было большая разнообразие ой сейчас здесь сложно предложить единый механизм формирования полосы и это как-то плохо согласуется с конечным выводом где вы вроде подтверждаете что механизм двухэтапного сбора ну просто суть в том что двухэтапная сборка это такая большая парадигма в которой самое главное что нужно теперь делать это прояснять этапы каким образом остановилось звездообразование в тонком диске собственно тут скорее именно к этому идет вопрос то есть сказать что у нас просто двухэтапная сборка галактик ну сказать не очень много к сожалению ну да еще такой вопрос а вот сейчас есть обширные расчеты эволюции галактик численные где люди пытаются получить из каких-то моделирований рост образования всех этих систем галактик и так далее и так далее там что огромная дисперсия результатов или там есть такая идея ну я могу сказать что в принципе вот это двухэтапная акреция она в общем-то пришла и сформулировалась в литературе с работами Бурно Франсуазы Комп хотя исторические идеи были существенно раньше в общем то есть двухэтапная акреция она возникла и у модельеров в общем-то вполне себе логична но это была мотивация мотивация этого всего а дальше самый современный тут уже у кого фокус кто-то если хочет моделировать радиальную миграцию делает фокус на этом запускает модели в которых спиральная структура то возникает то исчезает получает радиальную миграцию хотите наружу изнутри наружу хотите снаружи внутрь то есть тут большое разнообразие нет единого точки зрения понятно что все механизмы так или иначе являются но как бы смотря в каком контексте вы запускаете в общем так ну давайте есть ли радиальное зависимое для пили альфа к сожалению альфа элементы меряются хуже всего потому что ну по крайней мере сейчас потому что обили альфа элементов мы мерили по ликским индексам они дают чуть-чуть хуже точности чем по пиксельным фитинг но позже мы будем учитывать его в по пиксельным фитинг и в общем сейчас где-то у меня была в загажнике картинка вот примерно так это выглядит это отношение магнит к железу в зависимости от галактоцентрического расстояния ну и в целом тут я бы не рискнул говорить о каких-то радиальных радиентах в некоторых случаях можно видеть разницу между тонким и толстым диском но с трудом радиальный конечно нужно лучше лучше спектра выше сигнал шум чтобы это аккуратно измерить еще все спасибо еще раз поздравляю следующий доклад Аллахян тут есть такой есть тоже я могу 15 минут 15 минут я надеюсь да а это здравствуйте меня зовут Афген Артур и вместе со своими научными руководителями я изучаю влияние ветра на эволюцию акционных дисков в ходе вспышек маломассивных рентгенских двойных систем. Начнем с того, что же у нас маломассивная рентгенская двойная. Это такая двойная система, в которой один из компонентов это либо черная дыра, либо нейтронная звезда, а второй это звезда главной последовательности поздней центральных классов. Так, и как бы из их вспышек, конечно же, в рентгене мы получаем различные кривые блеска. Это вот примеры из разных статей. Из фитирования данных кривых блеска в рамках работы Шакурс-Найва было получено, что в рамках альфа-моделя, то есть альфа-параметра, который характеризует перенос вещества и моменты импульса в диске, что он лежит в пределах меньшей единицы. Но по другим моделям магнитно-рационной неустойчивости получено, что параметр альфа-вязкости лежит еще меньше, то есть он на порядок меньше, около 0.1. И это какая-то непонятно, что здесь происходит. И поэтому мы решили, ну не только мы, и вообще есть теория о том, что можно ввести ветер как дополнительный источник переноса материи и моменты импульса в диске. И при его использовании можно заметить, что время вспышки очень укорачивается, и при этом растет параметр альфа. То есть имитируются высокие значения параметра альфа-вязкости. То есть при каком-то маленьком значении альфа-диска мы будем наблюдать большое значение. И мы брали в качестве ветра типового ветера, именно как Камтоновский ветер. В качестве центрального объекта у нас, например, чон-итра, оно и излучение от него во время вспышки, оно действует на дальние участки диска, нагревая их до какой-то температуры. И на каком-то радиусе температура становится выше, и скорость частиц выше, чем вторая космическая. И ветер у нас, то есть материя начинает выходить из диска. И поэтому теряется и момент, и материя. Также для верификации нашего кода мы рассматривали проводы Шилца 1986 года и осцилляции, которые возникают при том, когда мы рассматриваем влияние Камтоновского ветра, зависящего от интенсивности или темпа аккреции на центральный объект. То есть в данной теории скажем, что у нас темп аккреции, точнее скорость потери массы за счет ветра соотносится, то есть пропорционально темпу аккреции на центральный объект. И еще, что если это отношение достаточно велико, то в результате у нас получится осцилляция в диске. Осцилляция именно темпа аккреции на центральный объект. Это вот полученные данные у Шилца в 1986 году. То есть явно видны у нас осцилляции темпа аккреции на центральный объект. И это будет дальше указано, то есть мы повторили эти результаты, это будет дальше. Так, что у нас в качестве модели? У нас есть наш диск, то есть у нас сигма – это поверхностная плотность диска, f – это момент вязких сил, h – это у нас такой удельный момент ирпульса вещества диска, а омега – это функция, отвечающая за влияние ветра. И данные уравнения диффузионного типа считаются с помощью… у нас есть явно разная схема, и мы с помощью кода FREDDIE ее считаем. Но также вход FREDDIE был изменен и добавлены туда функции, отвечающие за ветер. В результате, вот первое – это у нас осцилляции еще, то есть были повторены результаты Шилц 1986 года, и как видно для разных значений отношения потери массы за счет ветра и темпа агрессии, мы видим различные осцилляции в диске. Артур, а почему там затупают осцилляции? А потому что там меньше критического значения, то есть есть критическое значение, при котором осцилляции не затухают в диске. А с чем это физически связано? То есть смотрите, у нас, как это получается, у нас есть ветер и темпа агрессии. Если у нас они связаны, то есть у нас потери массы из-за ветра пропорциональны темпу агрессии, ну или интенсивности детального объекта, то при увеличении темпа агрессии будет увеличиваться и ветер. И в какой-то момент у нас масса диска будет уменьшаться достаточно сильно. И при этом, так как у нас масса диска уменьшилась, будет уменьшаться и темп агрессии. И следовательно уменьшается темп ветра. И следовательно у нас опять начинает расти масса. И так это происходит циклически. Но если достаточно велико отношение, то есть если достаточно велико отношение, то есть если ветер достаточно силен. Если он слаб, то у нас осцилляции не возникнут. У ШИИС отчисленный расчет, и у вас численный расчет. А в наблюдениях есть такие агрессии? Я не могу сказать точно. Я лично не видел такие агрессии. Наблюдательно. Так, дальше. Так, у нас еще мы моделируем с тетром тоже темп агрессии, то есть при нулевом втоке. И видно на графике, что время эксклюзального падения темпа агрессии изменяется при наличии ветра. То есть, например, со стадней до 60. Дальше это уже у нас в результатах еще отношение наблюдаемого альфа-параметра к альфу диска. То есть альфа-параметры вязкости для диска – это без ветра. Ну, например, взятые отношения единицы. Без диск, без ветра. И при увеличении отношения темпа потери из-за ветра к темпу агрессии мы видим, что альфа-наблюдаемый будет увеличиваться. То есть то, что и было необходимо. Сейчас, а там один и точка было? Нет, там точка, точка, точка. Это просто… А, и диск 12? Нет, нет, там один точка и два точка четыре. Так, и еще раз выводы. То есть тепловой каптоновский ветер может достаточно сильно воздействовать на диск, и что приводит к потере материи в диске и потере момента импульса. Также было видно, что эволюция диска заметно ускоряется. Еще были воспроизведены результаты ШИИ с 1986 года и были также получены асцелляции. Что еще можно добавить? То, что понимание ветра очень необходимо для понимания же нестабильного, нестационарного поведения агрессионного диска. Спасибо за внимание. Пожалуйста, Михаил Иванович. В вашей модели должен утреняться орбитальный период, потому что фактически джинсовская мода потеряна. А у четырех религианских ноу с черными дырами, если вы, если вы, если вы, с новыми черными дырами, одна с нейтронной звездой, период укорачивается. Причем очень сильно. В сотни раз быстрее, чем за счет. У нас и на миллион метров, там, все равно. То есть вы имеете в виду из-за того, что меняется, то есть падение массы, в принципе? Ветер уносит орбитальный новая вода. То есть система должна разбегаться, то есть орбитальный период должен возрастать. Это теперь надо изучить пока. Сколько, то есть уже комиссии. Работа с главным начальным статем, этапом, она очень интересная. Еще, Наташа. Я вот в таком спротиве. Вы сначала приводили криные врезка таких звезд. Не помнили? А? Нет, нет, пока нет. А, хорошо. А вот какие-то дела с плотностью для диска. Плотность самого диска какая-то. Наташа. Тоже нет. Все нормально. Прямо не изменится. Но какие-то. Здесь плотность для диска. Есть еще графики с плотностью для диска. Она тоже меняется из-за ветра, конечно же. Еще вопросы? Так. Какой химсостав? Это чистый дорогой? Или у вас там какая-то прозрачность? О, это уже, наверное, ускорил вопрос к кантрию. Я думаю, просто... Солнечный, пожалуйста. Что у нас солнечный? Пожалуйста, вопрос. Насколько это зависит от значения металичности? Если сильно проварировать, скажем, сильно уменьшить металичность на 2 порядка по сравнению с солнечной, что в этом случае будет? Ну, я думаю, при увеличении или при уменьшении металичности? При уменьшении. Но при уменьшении, как мне кажется, только сильнее эффект ветра будет. Это лично пока предположение только мое. Но зависимость какая-то... Должна быть, мне кажется, да. Еще? Были руки, нет? Так, о, большое спасибо. Да. Крапость, да. В том, что время так... Да, хорошо, хорошо. Понятно. Идеи понятные. Дальше еще там... Андрей, ты смелу будешь? Здравствуйте. Здравствуйте. Что же ты стыкался в его ноту? Ну, что же ты? Ну, в кармане. Почему там? Не стыкался. Потому что не здесь... Почему там, что-то заряжаться? Не надо. Продолжение следует... 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 и тип непрозрачности в модели непрозрачности таким образом остается только один свободный параметр это полуполчина диска он ищется методом стрельбы задается какое-то пристрелочное значение решается система с вот этими граничными условиями здесь мы полагаем поток излучения чернотельный с эффективной температурой и далее параметр Z0 уже подравнивается для того, чтобы выполнялись дополнительные условия в центральной плоскости диска для поток вот здесь представлен пример вертикальной структуры здесь sigma, p, q и t все нормированы для вот таких вот значений параметров для того, чтобы проверить код мы использовали результаты работы Цельсия и Шакурт 98 года, где они решали эту систему уравнений с использованием так называемых p параметров их 4 штуки они безразмерные и связывают величины различные величины диска в плоскости центральной вот эти параметры можно вести если рассматривать уравнение состояния идеального газа и Крамерсовскую формулу для непрозрачности в нашем коде мы также посчитали эти параметры и видно, что они с хорошей точностью совпадают с почитанными ранее что говорит о том, что код работает правильно одним из главных результатов которые мы получаем это так называемые S-кривые в зависимости эффективной температуры диска от поверхностной плотности этого диска как раз таки здесь представлена S-кривая полученная нами для радиуса 10-11 см и непрозрачность интерполяция табличной непрозрачности и отмечены как раз таки области тепловой неустойчивости значит характерные как раз таки вот в этой области тепловой неустойчивости можно показать что уравнение нестационарной дисковой аккреции ее решение является неустойчивым что и приводит к образованию вспышек кроме того S-кривые дают возможность локализовать области этой тепловой неустойчивости то есть если мы построим эти S-кривые для разных значений радиуса здесь у нас конкретное какое-то значение радиуса если пристроить построить для разного значения радиуса то при каком-то фиксированном темпе аккреции опять же там у нас S-кривая от эффективной температуры но так же все это можно пересчитать в темп аккреции и для какого-то фиксированного темпа аккреции можно построить несколько S-кривых для разных радиусов и таким образом посмотреть между какими радиусами лежит вот эта область тепловой неустойчивости и таким образом локализовать саму область. Вот здесь она у нас локализована. Таким образом мы разработали новый современный код для расчета вертикальной структуры диска. Подобные коды уже писались ранее, однако они не настолько гибкие и к тому же они закрыты. Мы можем использовать различные как уравнения состояния, так и типы модели непрозрачности. Можем строить область тепловой неустойчивости и локализовать их. В дальнейшем мы планируем давать конвективные градиенты температуры, потому что здесь он только излучательный. Но конвекция может играть большую роль также. Кроме того в дисках на вертикальную структуру влияет еще различные другие эффекты, например рентгеновское облучение внутренних частей диска. И кроме того мы сейчас собираемся поменять наш код для расчета в том числе проводимости холодных аккреционных дисков. Потому что учет вертикальной структуры как раз таки там может сместить некой оценки. Ну на этом все. Спасибо. Вопрос. Вопрос такой. Продолжение предыдущего направления. А вот если ветер добавить, вы собираетесь? Там структура тоже поменяется? Ну, нет. Что-то поменяется, но мы пока еще... Нет, ну вообще можно добавить ветер, да. То есть... Но пока мы еще не собираемся делать. Но... Там же есть вариант, что можно добавить ветер как в нестационарное полицию, а можно этот ветер просто добавить сюда в эту структуру и тоже там все поменяется. Но в общем-то мы можем спокойно это сделать. Вот мне так кажется, что кроме ветра еще надо учесть и в появлении и усилении магнитного поля в тех зонах, где имеет место неполной реализации водорода. Там конвекция, то есть дифференциальное вращение может генерировать магнитное поле. Оно тоже будет приятно от демпокрекции. Главное его... Ну вот собственно все это задумывается именно для того, чтобы можно было как раз таки добавлять в эти уравнения различные вот эти вот эффекты и смотреть, как все поменяется. Очень... Во многих работах значит, ну... люди вводят магнитационную неустойчивость. То есть вот перенос моментов и окреции люди связывают с наличием магнитных полей. Но если магнитного поля где много, оно всплывает, то там должны быть нецепловые процессы генерации реликвидических частей ради излучения. Это если... То есть она везде имеет место. Но если в основном поле там, где не полная зона ионизации, а в других зонах по-прежнему альфа-фой стандартный, то это было бы интересно. В общем, мне кажется, что включение магнитных полей со всех сторон очень интересно. Надо переходить на более высокие. Пожалуйста, с центра наружу, не снаружи на центре. Первый, у вас сначала религия, вспышка, а потом религия. А бывают случаи, когда сначала религия появляется, а потом религия. Это зависит от того, где неустойчивость рождается в диске. Сначала рождается в одну, в одну из этих всяких. У вас имеется сначала птическая, а потом эта неустойчивость идет в центру и вспышка в религии. И наоборот. Вот это все предлагается вам рассчитываться. Так, ну... Ну, пока мы еще таких ограничений не ставим, но, в общем-то, будем. Есть. Есть над чем работать. Я не могу поскорее сделать. Я вижу, что магнитационные неустойчивости там работает только магнитная поля, которая радиальная компания. А, и вертикальная. Нет, вообще-то магнитационные неустойчивости самые первые работы. Верехова и Чендерцикара там рассматривалась вертикальная органитная поля. И вот оно изгибается... да, значит, что она имеет место, когда угловая скорость к центру растет. В то время стандартная такая гидродинамическая неустойчивость, там важен угловой момент от себя. Который стабилизирует. Да. Какие? Да. Да, он стабилизирует. Что такое? Как проводить вещества коррекционных дисков? Там нам предложили поработать с как раз-таки электрической проводимостью. Ну да, электрической проводимостью. По-видимому, когда водород нейтральный, тогда практически не заедет. Я вам предложил правила вам, а у нас участник в школе. Он хочет участвовать в своей работе, где он изучает взаимодействие коррекционной звезды и холодного диска, в котором малые крестерилизации. Там электронов мало, но они там есть. И вот, как раз интересно посмотреть, как коррекционные расчеты в течение года ко всем надо, чтобы были результаты. В конце года мы на большом совете придется делать доклад. На большом совете присутствует доклад. Так что спасибо большое за доклад. Еще раз благодарю. Так что мы будем два раза в месяц и...